Музыка У меня в руках фотография. На ней маленький солдат, рядом девушка и подпись 1944 год Варшава с медсестрой. Казалось бы обычная фотография для военных лет. Но парень этот с необычной судьбой. Это мой дядя, Иван Леонтьевич Пинчук. Он героический человек, и о нем написано несколько книг. Самая известная из них – «Сын полка» Валентина Катаева. Перед написанием книги он беседовал с тремя мальчишками, которые воевали в Великой Отечественной, чтобы создать образ героя. Ваня был самым младшим из них. Ему было 8 лет, когда он начал войну. Но к окончанию войны он уже успел побывать и в партизанском отряде, и служить в действующей армии во Втором Белорусском фронте. И характер нашего Вани и книжного Вани очень похож. И, видимо, внешность располагала к тому, что Катаев выбрал Ваню прототипом героя книги Вани Солнцева. Очень похожи их судьбы. И книжный, и наш Ваня начали войну в Белоруссии. Ваня вспоминал, как немцы шли сотнями, ехали мотоциклы, танки. Пыль стояла выше леса. И, заняв деревню, они начали собирать провизию. Отбирать у местных жителей. Мама Вани не захотела отдавать корову. Немцы жестоко избили ее. И подожгли дом. В сарае заживо горели корова, овцы, собака. Эта страшная картина навсегда осталась в памяти Вани. И вошла в книгу Катаева «Сын полка». Ваня ушел к партизанам в лес. Какое-то время жил и помогал партизанам. Но по счастливой случайности ему удалось встретиться в лесу с настоящей ротой капитана Миронова. И недетская смекалка, и умение ориентироваться в лесу сразу покорили сердце солдат. И его, в отличие от книжного сына полка, сразу приняли к себе солдаты и забрали с собой из этого партизанского отряда. Глава 16 в книге «Сын полка» под копирку списана со слов нашего дяди Вани. Он в подробностях рассказывал Валентину Катаеву, как радовался, как ему перешивали эту гимнастерку из взрослой солдатской. И у нас в музее тоже хранится гимнастерка военной поры, примерно такого же размера, которую очень любят смотреть и трогать наши пяти-шестиклассники, потому что она вот именно такого размера на 12-летнего мальчишку. И представлять, что они тоже могли бы воевать и тоже могли бы участвовать в освобождении своей родины. Капитан Миронов стал настоящим отцом Вани на войне, заботился о нем и собирался после войны усыновить его. Но судьба распорядилась иначе и под Варшавой их обоих ранило. Ванюша, солдатик мой дорогой, живой? Да, он живой. Он должен жить, он не имеет права умирать. Он должен еще построить свою жизнь интересную, долгую. Наш дядя Ваня прожил жизнь настоящего солдата. Мы будем помнить о нем. У нас есть книги, у нас есть его письма, фотографии. У нас есть память. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok